Мне кажется, это единственное, какое-то вменяемое сообщение было среди всех банков и всех финансовых структур займа до зарплаты абсолютно понятное, абсолютно четко попадающее в целевую аудиторию. Раз не сменили на нечто мутное, непонятное, на пути куда-то, к счастью, живи на яркой стороне, вы можете спокойно сейчас взять эту стратегию займа до зарплаты и начинать, не дожидаясь года, и спокойно эту тему эксплуатуры. Алексей, тем более, что все остальные МФО как раз займут на зарплату. Вообще, финансовый рынок нуждается вообще, конечно, в стратегиях, потому что у нас, ну другое дело, в каких брендовых стратегиях, в каких маркетинговых стратегиях он нуждается, потому что мы видим, и сегодняшний эксперимент показал, что наши коллеги, которые изучали, снимали ключевые сообщения с разных банков, ну да, взяли там топ-10, посмотрели, все очень круто, все сообщения непонятны, они непонятны для кого. Ну то есть, вот про что это? Про что там живи к лучшему? Непонятно. Соответственно, я бы хотел сказать пару слов о компании, то есть, про этой компании RealCroid 18 лет, и мы проходили такой очень сложный путь, и на какой-то момент я понял, что вот то, что мы делали до того, то есть, всякие креативные фишки, всякие крутые дизайны, все эта штука, она работает только лишь тогда, когда работает хорошая бизнес-модель. То есть, когда есть четкое понимание, что и для кого мы делаем, когда есть четкое понимание, откуда что берется и какая польза непосредственно для меня, потому что ни в одном из... У меня на сегодняшний день там, прямо сейчас, наверное, 5 кредитных и там дебетовых карт от разных банков, но нет ни одного банка, который бы сказал, да, вот это мой банк, и этот банк мне удовлетворяет по всем позициям. Нет такой истории, поэтому мы пришли к тому, что все-таки главное в брендинге, это, собственно говоря, непосредственно сам продукт и ключевые сообщения, которые продукт может генерировать. Ну, естественно, у нас есть технологии, потому что без технологии сейчас ничего, мир меняется, мир становится немножко другим. И я должен сказать, что, ну, кто занимается маркетингом давно, помнит хорошие докризисные времена, когда клиенты стояли в очередь, когда можно было, в общем-то, продать любой абсолютно продукт, достаточно было его как-то назвать, как-то сделать логотип, как-то сделать дизайн, упаковать, сделать некие рекламные объявления, и очередь из клиентов у вас уже просто совершенно обеспечена точно. Сегодня ситуация немножко другая. То есть на рынке кризис, страна находится в осаде, предприниматели не могут воспользоваться кредитами, потому что ставки зашкалили, собственно, народ становится менее платежеспособным, то есть картина такая не очень-то радостная, и это все, что называется кризисом. Самое главное, что это кризис непонятный, потому что это кризис непонятный, когда закончится, закончится ли вообще, и иногда кажется, ну, а что вообще делать, и надо ли вообще что-то делать в этой ситуации. Ну, с другой стороны, смотрим, опять же, на Запад, и понимаем, что если такая компания Interbred, вот он все время что-то замеряет, мы видим, что стоимость бренда, стоимости услуг или продукта, ну, в разных отраслях она по-разному, в финансовом рынке она 25%, в аптечном бизнесе это 5%, да, и в продуктах питания, там, или в лаксаре сегменте, это больше 60%. Это то, что мы с вами переплачиваем за какие-то выгоды, которые нам обещают, да, то есть это то, что для нас кажется выгодным, и мы готовы за это платить. Еще раз, а это что за соотношение 75 и 25, 95 и 95? Это стоимости, стоимости общей услуги или продукта 25%, ну, финансово, это вы платите за бренд, можете заплатить за бренд, ну, или стоимости продуктов питания, да, 60%, а 40% это вы платите непосредственно за сам продукт, ну, то есть вы можете купить яблоко за 100 рублей, можете купить яблоко за 160, за 160 это будет некий бренд, который почему-то вам кажется более качественным, более, или более близким. А там где 65 и 25, куда денешься еще? Еще 10. Вопрос к интервью. Смотрите, ну, вот это составляющая стоимости, то есть это вот та добавочная стоимость, по сути, вот что такое бренд, это вот та добавочная стоимость, которую мы с вами готовы доплатить, чем за обычный продукт, да, за какой-то важный продукт. Из чего все это складывается? Из чего складывается все 25%? Ну, вот мы уже говорили о том, что дизайн вот на сегодняшний день не является той ценностью, за которую потребитель готов заплатить. И первое, что, на мой взгляд, очень важно, это то, что находится непосредственно в самом продукте, почему он уникальный, почему мы что-то покупаем, и как сделать такое предложение, от которого потребитель не сможет отказаться. И вот эта уникальная история, мы ее посмотрим на примерах компаний, мне кажется, это самая главная штука во всех...